В 61-й киркинесский краснознаменный полк морской пехоты пополнился новыми бойцами. На почетную службу, как это принято, отправляются только жители Мурманской области. 20 призывникам еще только предстоит окунуться в солдатские будни, а пока прощание с родными и напутственные слова командования. Уже не призывник, но пока еще и не полноценный морской пехотинец. Антон Белобров обмоялся о своем желании в военкомате. И так получилось, что попал в элитные войска. Молодой человек шутит. Не совсем здоров, да и ростом не за два метра. Не иначе удача. Ну, во-первых, чтобы отстали. Отдать долг Розине. Во-вторых, чтобы в дальнейшем устроиться на перспективную работу. Ну и чтобы просто прочувствовать то, что хотя бы чувствовал мой отец. Будущим пехотинцам выдают путевки, которые обычно ассоциируются с отдыхом и санаториями в теплых широтах. А здесь этот документ зрелости. Своеобразный билет до военного поселка Спутник, куда каждый год отправляется отряд из 20 призывников. Служба морской пехоти, она достаточно сложная. Но, тем не менее, это служба здесь на родной земле, на кольской земле. Я думаю, что будет им не в тягость, а в радость. Ну, а все тяготы службы военной, я думаю, что они с достоинством их пройдут. Немногочисленные родные, близкие и друзьям как-то теряются среди камуфляжной формы молодых бойцов. Долгие проводы здесь излишни. Карнизон находится всего в сотне километров от Мурманска. Но все равно отправка – это трогательный момент расставания. На самом деле, особо не помогало, но просто проводила книгу, чтобы было не так скучно. Впереди у призывников год службы. За это время их научат пользоваться почти всеми видами огнестрельного и холодного оружия, в том числе иностранными, а также рукопашному бою. Командование обещает – скучно уж точно не будет. Там очень много времени уделяется боевой подготовке тем, что люди оттуда выходят физически развитые, подготовленные. То есть набирает вес, силу. И потом, на удивление, а может быть, эта закономерность, они стремятся обратно призваться на контрактную службу в этих же частях. На контракт призывники смогут перейти уже через 10 месяцев. К слову, осенняя призывная кампания подходит к концу. По предварительным итогам, она даже превзошла прогнозы. Войска и на флот отправится около 700 человек.